золото цифровое золото реальное все на максимумах это рынке сейчас тут никита макаров доброе утро золото 2100 пробивал сегодня отметку 1149 вернулись но держит пока 2100 биткоин 41 тысяча четыреста шестьдесят долларов за монету совпадение посмотрим если говорить в целом про рынки рынке конечно охваченные предрождественской эйфории три недели до рождества впереди нас ждут еще заседание центральных банков декабрьские завершающие кстати говоря планы эти обсудим в течение этого выпуска поговорим об экономике сша и россии пока что коротко конъюнктуре которых сложилось текущему часу закрыли в пятницу американские рынки в плюсе около 3 до 8 десятых прибавляли основные индексы прямо сейчас азиатские рынки не то чтобы впечатлены пятничной динамикой американских рынков и если в австралии и корее отыграли в плюс то никей 225 теряет 6 десятых процента а гонконгский индекс хан сэнк теряет 6 десятых процента также к текущему моменту на материковом китае минус чуть меньше там четверть процента теряет шанхай композит и cc 300 индекс глубок фиш китая теряет 6 десятых процента что касается фьючерсов на российские индексы то после пятничной сессии в отрицательной зоне индекс ммвб напомню потерял около трех четвертей процента 3142 закрыли ниже 3 200 и долларовая составляющая наслабление рубля тоже потеряла индекс ртс в минусе ожидаем негативного открытия сегодня фьючерс показывает вниз около четырех десятых процента по обоим индексом потери по фьючам что касается товарного рынка нефти после слабого выступления представителей опек плюс неважно себя чувствует на споте бренд торгуется 30 78 37 центов за бочку проценты 80 теряет золото при этом наоборот пампит 2100 3 прямо сейчас моменте 70 прибавляет на золото влияют и ожидания геополитических неурядиц а также в индии спрос растет в связи с фестивалем дивали что касается международных резервов в центральной банке продолжает закупаться но в резерв нефтяной продолжает соединенные штаты закупаться 7 7 это цена их устраивает больших движений на товарной секции больше нет золо медь потеряла проценты две десяток 3 88 за фунт она валютном рынке рубль слабеет около две десятых вы теряет против доллара 90 58 98 48 против евро теряет полпроцента на международном рынке евро доллара стабильно 1087 и доллар против корзины мировой валюты 103 и 2 юань против рубля укрепился на треть процента 1266 десятилетки как в америке так и по всему миру показали в ноябре лучшую динамику цены растут доходности снижаются все заняты тем что предсказывают понижение ключевых ставок так ли это все или нет давайте обсудим начнем с экономики соединенных штатов америки в эфир присоединяется александр абрамов заведующий лаборатория анализа институтов финансовых рынков ранг x александр доброе утро здравствуйте павел джером в пятницу выступал и рассказал все то же самое что говорил до этого что фрес будет сохранять ограничительную кредитно-денежную политику пока не будет явных признаков о том что инфляция начала стабильно снижаться финансловия ужесточаются повышала ставку самыми быстрыми темпами в истории фрес продолжает осторожная фрес и экономика продолжает расти выше тренда вот это для фрес сюрприз что для рынка значит все эти слова ну павел мне кажется такой играет роль такого плохого парня то есть по моему он единственный кто не испытывает эйфории на которая в общем-то началась после того как доходность вот бумаг снизилась после того как была отчетность которая ну снижение инфляции другая которая показывает что в общем-то скорее всего повышение ставок не будет ючерстный рынок показывает что там 52 процента участников ожидают что к маю двадцать четвертого года ставки начнутся снижаться и снижение будет более одного процента пункта одного процента так сказать в течение двадцать четвертого года то есть рынок испытывает эйфорию но с некоторой в общем-то опасением того что все таки может наступить рецессия то есть вот опросы общественного мнения показывают что две трети так сказать участников предпринимателей считают что вот что-то похожее на рецессию может наступить что это по вашему мнению александр это фальстарт рынке или перед смертью не надышишься или все-таки действительно рынки правильно делают а джером пауэлл просто осторожничает ему нужно выполнять свою роль ну просто мы и не джером пауэлл и не рынок не знают точно да вот что произойдет с рецессией потому что вот отсроченный эффект предыдущего повышения предыдущей компании по повышению ставок продолжает действовать и естественно что снижение ставок это же ведь не приз там за хорошее поведение это реакция фрс на то что экономика находится в состоянии рецессии поэтому никто не знает когда наступит вот этот странный переход страны так сказать от высоких темпов роста к довольно близким к рецессии темпам роста и вот что потребует так сказать снижение ставок поэтому рынок трактует эту неопределенность как свой плюс пользу там новогоднего ралли пауэлл естественно в общем-то предупреждает рынок что радоваться рано да с рынками все понятно по поводу статистики интересного момента затронули на прошлой неделе вышли данные по ввп в соединенных штатах америки и ввп оказался существенно выше по своим по темпам роста чем ожидал рынок что это пересмотр какой-то методологии ну отчасти да это вот там всего три планируется уточнение ввп это было второе то есть более полный учитывают статистику там малого бизнеса и некоторые другие то следите отрасли но это действительно такие удивительные цифры но они не должны на самом деле как-то внушать особый оптимизм да потому что опережающие индикаторы показывают что все таки спрос населения который был основным трейвером экономического роста существенно снизился что в общем то так сказать занятость непонятно что с ней будет вот в пятницу мы узнаем отчета департамента труда поэтому все видят что в принципе экономика ну как бы охладевает поэтому ну вот годовые темпы не будут 5 и 2 процента будут ну дай бог там 3 то и меньше процентов но при этом в пятницу вышли данные по индексу по дефлятору PCI это затраты домохозяйств и вышли довольно неплохие месяц к месяцу вообще в этот инфляционный показатель составил ноль прирост ожидали бы хотя бы одну десятую при этом в годовом выражении 3 процента но вот базовый никак не замедляется три с половиной в годовом выражении предыдущие 37 что может говорить о сохраняющихся с одной стороны про инфляционных факторов с другой стороны это нам еще показывает и соотношение к прошлому году когда база была довольно высокая по вашему вот вы согласны с тем что это сюрприз для фрес что экономика продолжает расти несмотря на высокие ставки и не может ли оказаться это дополнительным про инфляционным фактором действительно экономика продолжает расти и вот некоторые делают прогноз что пятницу департамент труда опубликует статистику где будет заметный рост занятости несмотря ни на что здесь я бы такую вещь обратил внимание что вы знаете мне кажется вот администрация байдена и фрес они проводят некоторые разную все-таки экономическую политику в чем смысл в том что для байдена важны рабочие места важен экономический рост а не инфляция поэтому многие усилия вот бюджетной политики направлены все-таки на поддержание экономического роста и занятости это видно по статистике что это работает что в общем-то для фрес не очень хорошая новость поэтому мы все ожидают что если вот скажем администрация байдена и соответственно минфин все-таки будут проводить больше такую политику ограничения инфляции тогда вот в двадцать четвертом году в сша мы увидим два процента так сказать инфляции то есть целевой рост на самом деле вот тринадцатого числа будет фрес заседание все ждут все-таки прогноз по таскать инфляции фрес если говорить про ваш прогноз а как вы считаете фрес поднимет ставку на ближайшем заседании нет пресс мне кажется не будет повышать ставку и в завершении пару вопросов наверное про фальстарт на или считаете ли вы фальстартом рост в ценах на трежерис на десятилетки сейчас в принципе банды и в своих ценах подрастает по всему миру при этом доходность падает ну и конечно сейчас рынке живут эйфории и ожидаем ралли санта клауса но нет ли вот здесь этого подвоха если про инфляционные факторы сохраняться но в первую очередь про перегрев экономики речь то фрес придется не просто поддерживать ставки возможно даже сделать еще одно повышение конечно они всегда осторожно говорят что возможно и не придется и возможно действительно пик но не случится ли у нас такое как блумберг пишет кровавой бани как раз вот в этих позициях которые набирают сейчас и трейдеры институционалы стараясь урвать как можно больше и в более высокую доходность по более длинным и коротким бумагам знаете после пандемии часто рынок дважды учитывают обмен тот же результат пандемии когда была рынок резко рос значит на ожидании что все закончилось а когда действительно все закончилось рынок опять начал расти потому что вот текущая статистика была замечательная я вот вижу что основной риск сейчас это не эйфория данная то сказать там ноябрьская декабрьская потому что ну три года падает рынок облигаций и мне кажется что все ждут конечно так сказать того что все таки это закончится поэтому рост облигаций доходности был наверное один из самых высоких ноября за 80-х годов я думаю что это нормально хуже будет если вот начало года начнется никто ставки не повысит ну как бы начнется вторая волна эйфории главное же вот дважды не был учтен эффект ну такой умеренной плясцы и ограниченных ставок я думаю вот в этом основной все таки основная основной риск спасибо спасибо за экспертизу на прямой связи александр амурамов был заведующий лаборатории анализа институтов финансовых рынков ранхикс прямо сейчас поговорим не ждет ли кровавая баня российских инвесторов которые также решили скупать облигации и привели крали на долговом рынке поговорим об экономике россии игорь шимко присоединяется к нам со основателем аналитической команды инститирус фонд игорь доброе утро здравствуйте похоже конечно немножко другие порядки цифр но тем не менее похожая ситуация на российском рынке и через чур полная занятость не хватает рабочих мест дефицит вакансий при этом цб постоянно говорит про перегрев экономики хотя ввп еще по своему росту и не достигли тренда до ковидного что же касается ставки то вроде как с одной стороны надо повышать с другой стороны экономика совсем плохо себя чувствует как вы считаете нет ли в район российском долговом рынке фальстарта в связи с тем что центральный банк может повысить ставку на ближайшем заседании на российском долговом рынке нужно учесть что основные игроки которые всегда формировали цены то есть большие институты виде банков и их книжек перестали играть основную роль то есть сегодня очень большое количество инвесторов физических лиц розница стали играть ведущую скрипку в этой игре соответственно люди видят большие доходности они считают что ключевая ставка на этих отметках на непродолжительное время ну то есть если сравнивать с длительностью дюрации каких-то средних инструментов там три или пять лет мы не говорим даже про длинные офз то текущие доходности кажется им очень хорошими и они не дают каких-то больших премий они готовы покупать и соответственно и пикстингом с постоянным купоном и плотеры с переменным купоном их все устраивает отказать им в этом собственно нельзя и многие эмитенты размещая свои бумаги удивляются что получилось взять такую относительно неплохую ставку сегодняшних условиях является ли это перегревом ну это просто другой рынок наверное вот так правильно было бы сказать потому что основные вот эти вот движения которые раньше делали банки они ушли из стаканов банки держат до погашения огромное количество бумаги и в принципе теперь кредитный риск становится самым основным который может что-то там испортить то есть если ставка надолго и перекредитование для большого количества компаний выпустивших облигации станет бедой ну вот тогда мы можем увидеть проблему соответственно если они будут дефолтиться как-то ухудшать условия обслуживания тогда да там много кто пострадает но опять же все зависит от того как будет вести себя цб и как будет вести себя тот или иной контрагент а как себя будет вести цб как по-вашему ведь инфляция продолжает расти никак не удается ее побороть инфляция это все-таки вещь имеющая определенную базу то есть сейчас у нас накапливается высокая база и если мы будем говорить о каких-то решениях нету декабря да а чуть попозже то мы уже возможно будем иметь дело с высокой базой и замедленным темпом инфляции соответственно там могут уже действительно сделать что-то помягче если посмотреть на более близкую перспективу на вот это заседание которое сейчас будет буквально через две недели здесь есть конечно риски повышения мы уже перестали как я несколько раз отмечал в разных местах смотреть на то что рисует нам кривая доходности опызы мы стали смотреть там на русфар и он относительно неплохо показывает реальную какую-то стоимость денег в межбанке и вот он куда-то в район 16 указывает посмотрим что будет но рынок вот за прошедшую неделю он как-то скинул немножко свой позитив он стал более консервативным дивидендные доходности подросли часть инструментов чуть-чуть осела в облигациях мы обслеживаем на еженедельной основе сравниваем динамику но в целом рынок насторожился это нормально отчеты ушли позитив ушел чуть-чуть колеблется рубль вот метр там 90 91 идут разные жесткие заявления цб ну все справедливо что ожидаете на этого на этой неделе от рынка за какими событиями следить у нас наконец-то закончилась череда отчетностей то есть рынок сейчас немножко приходит в себя и по хорошему ему бы надо немножко еще покорректироваться потому что он уже делал одну попытку сходить куда-то там ниже трех тысяч пунктов но возможно сделать еще одну для понимания а вот пика который был недавно это меньше девяти процентов вниз то есть это хорошая стандартная здоровая коррекция то есть у нас из больших событий есть по сути только предстоящие айпио но они опять же не прям на этой неделе только информационные какие-то поводы будут на этой неделе но не сами размещения то есть сейчас рынку нужно отдохнуть на инвестор надо продолжать работать если говорить про инвестиционные идеи что это может быть это может быть отыгрыш нефтяных котировок который сейчас а чувствует себя довольно слабо при этом по-прежнему нефтедобытчики российские переоценены и это может быть взвешивание того куда пойдет курс с новыми мерами по возврату валютной выручки ну учитывая что курс это всегда игра с хрустальным шаром конечно из этих двух вариантов хочется выбрать нет но опять же посмотрите как отреагировал рынок именно в части дериватива в части бумажных контрактов после вот этого мощного решения опек то есть мы видим что там и много алгоритмической торговли и все об этом уже пишут и движение такое сократили на 2 и 2 миллиона баррелей в сутки а тут раз минус 3 процента рынок достаточно волатилен опасен мы даже смотрим сейчас какие-то определенные вещи там стрессовые ситуации в бандах с тем же самым холдингом и пока много всего интересного может быть если подождать какое-то время можно получить относительно неплохие деньги спасибо за экспертизу на прямой связи был игорь шимко с основатель аналитической команды nzc рус фонд фьючерс по-прежнему смотрит вниз ожидаем негативного открытия полпроцента теряет оба индекса как показывают фьючерсы ну а дальше посмотрим быть и в рынке вместе с рыбаками